27 мая Московский районный суд города Твери. Здесь рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения человеку, обвиняемому в совершении жестокого преступления, 18-летней давности. В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2002 года в Бежицком районе области была изнасилована и убита 16-летняя девушка, выходящую из автобуса девушку заметил мужчина 73-го года рождения. Предложил подвезти до дома на машине. Та согласилась, и это решение стало для девушки роковым. Задушив жертву, мужчина выбросил ее сумку у ручья, впадающего в реку Остреченко вблизи деревни Малое городище Бежицкого района, а также, пытаясь скрыть следы преступления, забрал куртку потерпевшей и кулон с цепочкой. Раскрытие данных преступлений, совершенных в условиях неочевидности и вызвавших широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании, связанную с давностью исследуемых событий, отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик. В распоряжении следователя находились лишь данные, добытые в ходе осмотра места происшествия. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли подробно воспроизвести детали случившегося в октябре 2002 года преступления. На протяжении 18 лет следственными органами, а также сотрудниками Управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление. Были проверены различные версии, в том числе о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшей, корыстный мотив совершения преступления, а также его совершение лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. На протяжении длительного времени органами следствия проверялся каждый родственник и знакомой убитой девочки, лица, ранее судимые за аналогичное преступление, а также все жители деревни, в которой произошла трагедия. Проведение оперативно-розыскных мероприятий затруднялось давностью происшедшего события, отсутствием возможности проведения ряда технических мероприятий. В мае 2020 года в рамках осуществления деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет работа по уголовному делу была активизирована и получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства несовершеннолетней. В связи с этим следователем Следственного комитета предварительное следствие по уголовному делу возобновлено. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета России по Тверской области с сотрудниками областных УМВД и УФСИН России, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. В частности, изъятые в ходе осмотра места происшествия вещи убитой были направлены в Главное управление криминалистики Следственного комитета России для проведения генетической судебной экспертизы. Согласно ее заключению был выявлен генотип лица, совершившего преступление, а впоследствии и личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1973 года рождения, житель города Бежицка Тверской области, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления сексуального характера. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Житель Бежицка, обвиняемым в преступлении, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступления сексуального характера. Свою вину в содеянном он не признает. Московским районным судом города Твери в отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, направленное на закрепление доказательственной базы, продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова